всем ребята привет всем подписчикам и гостям канала поиска 63 рус сегодня я выбрался на очередной коп к сожалению как всегда получилось так обстоятельства сложились что выехал один ехал я на одно местечко но к сожалению увидев вот этот безобразие то что вот там несколько машин застревала я решил не делать дальше вывозку ехал я в одну деревню пошурфить находки там были очень хорошие довольно таки неплохие вот и не стал искушать судьбу остался я здесь здесь вот у меня я вам сейчас покажу пейзаж буду копать я вот сегодня здесь а здесь появилась какой-то стадо коров местные кто-то начал там разводить и они проходят вместе всем стадом вот по по данному участку летом здесь была трава очень высокая по пояс вот но коровки тут попаслись последнее время и очень здорово здесь подъели травку то есть остались только большие вот такие вот курмыши колючки высокие вот но между ними можно походить так что я сегодня хочу походить по этому месту снова а то есть место это очень выбито и хочу походить и посмотреть какие будут результаты после этих коров я думаю находки будут и весьма весьма приятные потому что здесь а деревню существовало при царях исчезла в советское время так что могут быть и советские монеты выпасть так что смотрите интересное будет а ходить я буду сегодня вот здесь вот как вы видите в принципе трав травка присутствует но в каком она роде вот в таких вот кормушах вот такие вот высокие остались колючки но трава как вы видите подъедена здесь у нас протекает вот такая от речка здесь я вот вообще никогда не ходил потому что а трава была вот такая вот высокая но паркопытные у нас здесь все вытоптали так что подход к речке я обязательно здесь сегодня прозвоню и посмотрим что у нас здесь будет принципе площадь большая ну и посмотрим на результаты сегодняшнего выхода а хотел я сегодня проехать вот по этой вот небольшой дамбе вот но она такая не проездно в принципе для моей машины может быть и на ниве можно было промчаться но я к сожалению не рискнул не просто здоровьем а шансом здесь проехать как вы видите здесь вообще задница полная трактора ездить здесь вот видно свежие наверное грибники сезон грибов у нас открылся грибов очень много проехать практически невозможно рисковать даже и не буду сегодня потому что я один толкать больно и копать землю просто так не охота так что поживем увидим что у нас получится на старом битом месте речка у нас проходит здесь классная тем что здесь у нас орудует бобры это место у нас охотников вода очень прибавилось здорово почему я так решил потому что течение очень стало большое вот и бобры здесь за пруду делать но вода вышла из берегов и она смотрите пошла по другому руслу русло у нас было вон там он у нас видите здесь вот бобры строили плотину но видно они не исправились со своими обязанностями и вода пошла у нас в обход самого русла шла на он там здесь и она вот видите разошлась деревья у нас подтоплены и вот так вот у нас получается видно коровки и здесь ходили но я думаю здесь вот в данном областях смысла ходить нет потому что здесь было в принципе речка озеро в старину все бани стояли вот там дома поверх его здесь вот вот такие вот у нас подтопление благодаря нашим строителям бобрам ну ладно пойду я заряжу свой прибор и в бой надеюсь хоть пару царьков я выкупаю потому что последние копы у меня не очень результативные тем что в основном у меня были советы давненько я не подымал больших царей вот так что уже соскучился по хорошим древним находкам на так ладно ждем и смотрим и так ребята иду я вот здесь вот по такой тропинке коровий и в надежде что-нибудь вызвонить у меня выпал сигнальчик и сразу же я могу вам сказать что это у нас вот на монета вот еще слепок остался и это у нас судя по всему 5 копеек 5 копеек 46 года а сохранчик просто шикарный ни одной болячки ни одного изъяна монета ровная в общем находка зачетная первая находка не прошло и пяти минут как я включил прибор ладно зачетно продолжаем итак ребята решила не стоит немножко настройки изменить на что сделать на настройках это я убавил раньше я ставил 41 чтобы исключить все нежелательные черные металлы где-то примерно стоял 40 сейчас я это все сделал на 20 тем самым я стал больше копать потому что находки весьма на глубоком расстоянии вот ну и увеличил глубину где-то примерно на сантиметров 5 около пяти остальное все настройки основные я сделал так как и были поставил второй режим так 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 поставил второй режим чуйку поставил на 93 фильтр поставил на 20 эта программа у нас номер один который рекламит сама рекомендуется производителем остальное все подсветку выключил тона тоже выключил вибрации тоже выключил в общем все чтобы сэкономить батарею вот из этой ямки я выкопал только что вот такую штучку это у нас часть пудил которая вставляется в пасть лошади здесь вот еще одно такое вот колечко должно быть но сейчас время утратила его и вот такую штуку засовывали в пасть лошади тем самым лошади могли рулить конечно вот эта вот штука очень сильно здорово портила зубы животному вот так что вот таким вот способом еще сейчас ходим с новыми настройками дабы что-нибудь выловить потому что повторюсь место очень битая хвожая куда я хотел планировал не проехал сейчас вот там я видел и слышал что машина забуксовала хорошо что я не поехал вот так что вот так вот с находками пока не особо не знаю будут они сегодня у меня нет в изобилии как обычно так что поживем увидим итак ребят наконец-то у меня очередной сигнал монетный выкопал такую вот хрен пойми чё не все понял это у нас 10 копеек в квадрате тридцать девятого года охранчик вроде бодрый такая вот монетка зачетная долг у меня сигналов не было и вот наконец-то выпал у меня монетка здесь все монеты очень хорошем состоянии потому что здесь чистый чернозем неудобрено ничего просто в свое время здесь была деревня и и распахали сравнялись так что все буквально хорошие находки находится на глубине метр а то и полтора здесь как-то я шурфил подымал и так где-то примерно полтора-два метра с глубины так что все находки здесь находится очень очень глубоко которые явно здесь и останутся гнить ну ладно продолжаем итак ребята устал я бродить ходить без находок решил зашурфиться думаю пользы будет и толку больше выбрал я тут шурфу разработан неохота начинать новый вижу шмурдяка полно ты решил я тоже немножко сбориться и у меня сигнал был такая вот какая-то пуговица я вместе с вами посмотрим так она у нас с дефектом и это у нас пуговка орлянка пуговица орлянка без ушка ничего особенного грубо говоря шмурдячная находка такая вот орляночка обычная ну ладно обычно вот такой дефект когда с корнем отрывает ушко и она деформируется то есть вместе с ушком вырывается и вот данном случае тоже ну ладно посмотрим что у нас здесь еще выйдет продолжаем и так ребята у меня очередной сигнал и это походу колечко сейчас мы с вами посмотрим нет не колечко это у нас пуговка так пуговка лысая обыкновенная без ушка ну звенел конечно очень хорошо думал монета стопроцентная оказалась вот что ладно что-то у меня сегодня не задался коп не в полях не в шуфе ну ладно не будем отчаивать свое время еще есть посмотрим что у нас еще выйдет а так продолжаем и так у меня монета вот он у нас желтая могу сказать с уверенностью что это золото партии так по размеру это у нас трешка трешка 3 копейки 1941 начало великой отечественной ну ладно забираем а вы продолжаете смотрите надеюсь что им цену нас сегодня интересный выпадет итак очередной у меня сигнал монета я его уже доставал видел вместе с вами сейчас посмотрим что за монета что за номинал так посмотрим вместе с вами так это у нас 20 копеек квадрате сорок девятого года принципе сохранщик неплохой ну да обычная монета ничего зарядного нет в этом но так ладно продолжаем итак ребята закончила сегодняшний коп и как обычно обзором находок того чего я сегодня откопал отыскал похвастаться нечем так что не буду я показывать вам то что я сегодня поднял из земли поднял всего-навсего 4 монеты две пуговицы ну и кальнина там ну и всякая лабуда такая неинтересная которую показывать даже не охота копали мы сегодня с обеда четыре часа проболтались наверное часа два два с половиной просто так находок не было после этого я решил зашурфиться и шурфа поднял по моему да поднял две монеты ну к сожалению шурф отвратительный оказался то есть запутки практически нет ничего интересного ну что не буду за занимать ваше время попрощаюсь всем пока удачи на копе побольше находок подписывайтесь на канал кто не подписался делитесь моими видео если вам нравится и все остальное так что смотрим а